Попутчик Важный аспект нашего разговора И что для нас наиболее ценно В плане сегодняшней беседы То, что Антон Захаров является Одним из ведущих преподавателей Высшей школы водительского мастерства Которую возглавляет Эрнест Иганков Здравствуйте, Антон И сегодня мы поговорим с вами Как раз, дорогие друзья Надеюсь присоединиться к нашему разговору О том, чего не хватает современному водителю На дорогах Каких знаний, каких умений Какие знания и умения дают школы Так называемые контраварийные подготовки Повышение водительского мастерства Они по-разному могут называться Какие методики используете вы Какие методики, на ваш взгляд, уместны И что не нужно делать И что не нужно знать водителю Это тоже, наверное, да Лишняя информация иногда тоже отягощает Вот об этом мы поговорим И все вокруг этого Все вокруг нормальной, грамотной водительской подготовки Вот о чем мы сегодня будем говорить Так что прямой эфир для вас открыт Телефоны работают СМС-портал тоже Ну а что касается нашего традиционного приза То лучший вопрос недели Напомню Мы примеруем вот таким вот часами Это одни часы Просто один циферблат показывает минуту, другой секунды Нет, минуты и часы, прошу прощения Да Это наши часы от канала Автоплюс И их получает человек, создавший лучший вопрос недели И вот этот комплект часов Уже уходит в Краснодарский край Нашему слушателю, который спросил А почему ремни отечественных автомобилей Не всегда подходят для крепления детских кресел Почему вот такая разница в стандартах Был хороший вопрос Мы просили, кстати говоря, нашего гостя Обратиться на фирменную сервисную станцию И просить заменить ремни Да, и какая будет реакция на самом деле Заводы-изготовители Будет очень интересно Ресервисные станции Так что этот комплект часов уходит в Краснодар А мы ждем ваших вопросов Попросим, пожалуйста, дорогого нашего зрителя из Краснодара Задавшего этот вопрос Позвоните еще раз нам в редакцию И уточнить адрес По которому мы должны отправить эти часы Спасибо Ну а теперь мы переходим непосредственно к нашей теме Антон, я не зря сказал нашим зрителям Что, напомнил нашим зрителям Я думаю, многие вас знают Потому что у нас аудитория такая подготовленная И люди за спортом следят тоже Что вы и роллист, и кольцевик Как вы думаете Какая школа Роллиная или кольцевая Больше подходит для ежедневной езды Какая техника, скажем так Имеет наибольший набор элементов Которые позволяют водителю в ежедневной ситуации Чувствовать себя на дороге более спокойной Более уверенной Ну, я думаю, что принципиально разделить эти техники Все-таки нельзя Техника, скорее всего, одна Просто существуют определенные нюансы То есть некоторые приемы чаще используются в ралли Некоторые, скажем так, стили езды Чаще используются на асфальте В принципе, по тому, что происходит у нас сейчас В больших городах Наверное, кольцевая техника все-таки ближе К тому, что должно использоваться каждый день А почему тогда получается так, что Вот многие именно роллисты, известные Становятся преподавателями или разработчиками методик Для контраварийной подготовки Ну, я могу достаточно привести пример Рауна Алтанина, который, собственно говоря Создал методику для одной из самых известных в мире школ Школы БМВ Я думаю, что просто широта кругозора Поскольку ралли – это вид спорта Который подразумевает скоростные состязания И на асфальте, и на гравии И дает, наверное, наиболее широкое понимание Собственно говоря, того, что такое управление автомобилем И это позволяет людям как раз создавать какие-то методики И более активно открывать какие-то школы Отлично Скажите, пожалуйста Значит, вот По каким критериям человеку, с вашей точки зрения Нужно выбирать себе инструктор, выбирать школу Вот на что стоит обращать внимание Потому что, повторюсь, сегодня очень много предложений на этом рынке По предложению как со стороны людей очень грамотных, профессиональных Так и со стороны людей, которые, ну, в общем, просто используют Красивые слова «контраварийная подготовка» Для того, чтобы брать с людей деньги И пытаться, в общем, на самом деле учить их хулиганить Я думаю, вопрос, конечно, сложный И однозначно посоветовать человеку какой-то критерий невозможно Наверное, самое правильное, конечно Следовать советам друзей или знакомых Которые уже где-то учились и получили какой-то положительный опыт И, значит, уже можно этой школой пользоваться Больше сложно назвать какие-то критерии Потому что у человека есть индивидуальное понимание того, чему он хочет научиться И тут посоветовать достаточно сложно Вот смотрите, интересная штука Некоторые школы предлагают, например, трех-четырехчасовой курс В качестве базового И все Вот реально ли за три-четыре часа вложить в человека некий объем знаний Который в нем останется, который в нем укоренится Ведь я так понимаю, что необходимо еще это закреплять Необходимо еще сделать работу над ошибками Неужели вот эти три-четыре часа базового курса А его предлагают очень многие школы Это уже есть нечто такое, что поможет человеку в будущем Я думаю, что, наверное, нет И как раз наш центр придерживается другого мнения Мы считаем, что минимальный объем занятий Который позволяет получить какие-то предварительные навыки Обращаю внимание, предварительные навыки Это неустойчивые навыки Это 12-15 часов Это минимум За три часа, я думаю, можно просто протестировать человека И все То есть это преподаватель за три часа занятия Может составить картину о том, на каком уровне сейчас находится водитель Сам водитель Не то чтобы какие-то навыки Он, наверное, вряд ли поймет, сумеет понять Что он умеет, а что он не умеет Вот сейчас мы видим некие базовые вещи Ради чего, собственно говоря, стоит повышать свое водительское мастерство Это умение объехать препятствия Умение переехать через препятствия И миновать его с минимальными повреждениями Минимальными последствиями для водителей Для автомобиля прежде всего Вот на что вы, на какой вы аспект вашей преподавательской деятельности Вашей методики делаете акцент Вот первоочередной Ради чего все это Я объясню, например, вот в школе Вольво В которой я, мы чуть позже поговорим о методиках Все начинается с габаритов Ребят, а в чем проблема? Почему вот габариты? Говорят, да вы знаете, ведь 70% страховых случаев Это случаи на парковках и все Нас страховые компании достают И нам страховые компании как бы настоятельно рекомендуют Так сказать, вот это все делать И если человек проходит этот курс То это является понижающим коэффициентом При оплате страховки Да, вот вроде деньги, да А вроде действительно полезные вещи Вроде и маркетинг, а вроде и правда И человек время экономит свое То есть вот интересно, да Я никогда не задумывался вот этим А вдруг раз, а вот габариты Почему габариты? Потому что царапают машины А у вас что? Мы стараемся покрывать вот весь спектр аварийных ситуаций Которые возникают И начинаем мы, конечно, тоже с простейших ситуаций Вот эти вот обидные аварии Когда вы поцарапали бампер, поцарапали крыло То есть у вас тоже габариты, да? Конечно, у нас тоже есть габариты Но это не единственное Нет, я говорю, с чего начинается Да, начинается с этого У них тоже это не единственное, далеко не единственное И здесь, конечно, мы занимаемся и приемами управления автомобилем Уже на высоких скоростях обязательно Поскольку эти аварии представляют наибольшую опасность И я бы даже не расставлял какие-то акценты Важно все Важно все Мы стараемся помочь человеку избежать аварийных ситуаций Естественно, по количеству времени Которое мы тратим на определенные аспекты Есть разница Потому что, например, габаритная подготовка Дается, естественно, проще Здесь не надо долго заниматься Мы, на самом деле, человеку показываем методику И дальше он сам уже может тренировать себя В каких-то ситуациях Пусть даже на даче, поставив какую-нибудь стоечку Ну да, да, расставил конус и давай А больше времени мы, например, уделяем Именно скоростным навыкам управления автомобилем То есть умению правильно и вовремя работать И рулевым колесом, и газом, и тормозом То, с чем, на самом деле, у людей Очень большие проблемы сейчас А нет ощущения, что, прежде всего, у людей Большие проблемы с головой у многих Вот психологический аспект подготовки водителей Мне кажется, он на данный момент Весьма и весьма актуален Мы, естественно, этот момент тоже В своих занятиях отрабатываем Мы людям читаем лекции Объясняем, что такое безопасность Объясняем, где начинаются критические ситуации Учим людей, на самом деле, даже и не попадать в эти ситуации Это самый главный принцип Да, лучший способ – это не попадать, как известно С другой стороны, проблемы есть Но мы, на самом деле, общаемся больше Все-таки с лучшими людьми Потому что мы твердо считаем, что те люди Которые озаботились своими знаниями Уровнем своей компетенции в этом вопросе И пришли к нам – это уже лучшие люди Это уже лучшие люди И, естественно, мы их учим Да, по крайней мере, этот человек себя уважает И уважает других Это человек, в любом случае, подходит ответственно к этому вопросу Значит, уважает себя и уважает других Тех, кто находится с ним рядом на дороге То есть он хочет не убить себя и не убить другого Это уже замечательно Кстати, это самое главное есть Многие люди, и мы пытаемся это все время объяснять К сожалению, вопрос ставится именно так Убить или не убить Потому что автомобиль – это предмет повышенной опасности И он с улучшением конструкции С увеличением количества звездочек Которые присваивают по различным методикам Он на самом деле не стал безопаснее К сожалению Вопрос от нашего слушателя из Санкт-Петербурга Сколько таких школ в Питере и в Москве? Вот вы можете сколько назвать школ? Авторитетных? Я не говорю, вы можете название не переводить Хотя бы число их В Питере, я думаю, что, наверное, порядка двух школ точно существует В Москве их число переваливает за десяток, наверное Но не скажу, что все школы, с моей точки зрения Обладают достаточным уровнем компетенции Хороших школ, наверное, все-таки 3-4 И это катастрофически мало Потому что получается так, что Лишь, наверное, доли процента от общего числа водителей Имеет возможность получить там Мало-мальски, так сказать, адекватную подготовку С одной стороны, да С другой стороны, могу сказать, что, к сожалению Уровень заинтересованности среди водителей Вот в такой подготовке На данный момент пока не очень высок То есть вот то количество школ, которое есть В целом вполне в состоянии справиться с потоком людей Которые желают реально заниматься своими Как вы думаете, имеют ли смысл делить школы на школы Такие, как ваша, которые занимаются как бы абстрактно Вот не привязываясь к какому-либо бренду Либо это все-таки должны быть фирменные школы Школа Ауди, школа Митсубиси, которые у нас работают, например Школа БМВ Которые привязаны к конкретному автомобилю И работают с конкретной клиентурой Ну, наверное, с другой стороны тоже логично Если человек ездит на автомобиле БМВ То, наверное, уместно ему отрабатывать какие-то приемы Именно на этом автомобиле Учитывая то, что там задний привод, например Именно так, а не иначе автомобиль ведет себя Именно такая, а не другая у него развесовка И так далее, и так далее, и так далее Вот как ваше точка зрения? Какова на этот вопрос? Я думаю, здесь с одной стороны Если школа действительно преподает какие-то реальные вещи Все равно какая-то машина И любой компетентный инструктор В состоянии научить человека пользоваться именно тем автомобилем На котором он ездит И у нас люди тоже ездят на тех автомобилях На которых они ездят каждый день С другой стороны, я считаю, что такая подготовка Очень и очень важна Вот эта контраварийная подготовка Она очень важна И, в общем, все равно, какими способами Мы заманиваем человека к себе То есть, либо в абстрактную школу Которая занимается, не привязана к какой-то марке Либо это марочная школа БМВ или Митсубиси Главное, чтобы человек туда пришел Ну вот школа БМВ сейчас Да, это как раз одно из занятий в школе БМВ Мы видели старые трешки сейчас Которые выполняли переставку на той же скорости, что и современные автомобили И я просто сам проходил этот курс И вот ты ощущаешь, насколько, конечно, на современном автомобиле Несмотря на то, что он больше по габаритам Насколько можно легче все это делать Насколько спокойнее ты себя чувствуешь Благодаря тому, что, естественно, работает электроника Которой предыдущие старые машины были лишены Вот ваше отношение к электронике в автомобиле С точки зрения преподавателя Насколько Вот западные методики многие Они основаны на том, что человеку объясняют сразу У тебя есть в машине контролирующие системы Такие-такие-такие-такие-то Они воспринимают от тебя сигнал так-то Вот у тебя брейк-ассист Ты при тромсах педали тормоза, да? У тебя брейк-ассист начинает работать при определенном давлении До тебя педаль додавится У тебя работает стабилизирующая электроника Ты машину раскачал немножко Пошла у тебя она в занос Понесло ее Не волнуйся Все, зафиксируй руки на руле Зафиксируй ногу на педали газа Все, двигатель сам Система сама прекратит подачу топлива в педаль газа В двигатель, да? Независимо от того, как у тебя нога расположена Все, машина все за тебя исправит Самое главное, делай лишних движений Не мешай ей исправлять твою ошибку Вот многие методики, да? Я повторюсь, эта методика Эта активно пропагандируется в школе BMW В школе Volvo такая же ситуация Вот где я, собственно говоря, учился тоже Вот это все Я даже, честно говоря, был удивлен Говорю, ребят, ну а если вот что-то не сработает А как? Говорит, не может Не сработать Нет, это не бывает У нас, говорит, даже не до конца отключается все У нас все до конца не отключается BMW отключается А вот Volvo даже не до конца не отключается Электроника И Mercedes тоже, кстати Ваше отношение? Я считаю, что с точки зрения преподавателя Это, безусловно, мешает Это мешает Электроника мешает научить человека правильно обращаться с автомобилем Могу сказать, что все эти электронные системы По нашему опыту Все-таки имеют жесткие пределы своей работы В какой-то момент система поднимает руки и говорит А теперь сам А теперь сам То есть, да, любой автомобиль Оснащенный вот этими системами В принципе, можно перевести в неконтролируемое вращение И что делать человеку Поэтому мы относимся Но это нужно иметь очень высокую скорость То есть, совсем безбашенно ехать уже надо Ну, я думаю, что, к сожалению Достаточно на скользкой дороге Тривиальных 110 км в час Для того, чтобы отправить автомобиль Во вращение Который обеспечен, вернее, оборудован самыми современными системами стабилизации Машина легко идет в эти развороты И дальше у человека, на самом деле, остается одно рулевое колесо Для того, чтобы бороться вот с этими неприятностями И это достаточно сложная ситуация Мы, более того, более того Есть еще один аспект Люди разучаются Вот, кстати говоря, с приходом системы Брейк и СИСТ С появлением систем антиблокировочных последнего поколения Мы просто наблюдаем, что у нас на автодроме происходит Люди теряют умение Тривиально правильно нажать на педаль тормоза И люди тратят у нас Ну, практически три дня мы тратим на то, чтобы научить человека Оптимальным образом замедлять автомобиль Основная проблема в том, что даже на тормоз человек не может нажать Поэтому наше отношение к этим системам достаточно сдержанное Они позволяют во многом облегчить существование домохозяйкам Но мы считаем и мы пытаемся научить человека обращаться с автомобилем С железом С голым железом С голым железом Чтобы человек сам мог в необходимый момент сработать не хуже, чем вот эта система К стабилизации, которая там или система АБС Или система там ЕСП какая там Выход сейчас очень много Чтобы человек мог и сам тоже автомобилем управлять И в некоторых случаях даже преодолевая противодействие электронной системы Которая мешает в определенных ситуациях проводить правильные контраварийные действия Ну, на самом деле, мне кажется, если говорить о системе антиблокировки тормозов Пожалуйста, есть там очень мало случаев, когда действительно она менее эффективна, чем торможение ногой Если мы говорим об обычном водителе Ну, если говорить об обычном водителе, то с одной стороны мало С другой стороны, мы очень часто с этими случаями встречаемся Я могу сказать, что ездя в обычной жизни на автомобиле, который укомплектован системой АБС последнего поколения Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда небольшая, еле заметная волна на дороге Приводит к тому, что удлиняется тормозной путь раза в два Такова особенность работы системы АБС Вот так она работает Она таким образом оценивает ситуацию Уже не говоря о том, что, в принципе, попадая на голый лед где-то Вы должны только ногой работать Система АБС не дает нужного замедления И при этом еще приходится работать ногой специальным образом Для того, чтобы эту систему АБС обманывать Антон, если мы сейчас поговорим, например, о... Вот разложим, да, я понимаю, что это целый комплекс Оно как бы одно без другого не работает Но неправильная посадка, неправильное руление, неправильная работа газом Неправильная работа тормозом Вот если мы разделим вот это все, так сказать, четыре составляющих возьмем На ваш взгляд, что является наиболее основной причиной неприятностей? Ну, я думаю, что, наверное... Тут трудно сказать, понимаете, с посадки все начинается Если человек неудобно сидит... Я к этому и веду, да Если человек неправильно сидит в автомобиле То он априори не может надлежащим образом работать Ни рулевым колесом, ни газом, ни тормозом То есть в первую очередь, конечно, надо нормально сесть на рабочем месте Дальше все остальные составляющие, они, я думаю, имеют одинаковое значение И здесь трудно выделять что-либо Потому что одинаково серьезные последствия дают ошибки в торможении Ошибки в дресселировании, ошибки в рулении То есть здесь все очень и очень связано Естественно, ну, с другой стороны, можно сказать, что Человек, который реально умеет управлять автомобилем Он уже, конечно, с рулевого колеса нагрузку несколько снимает Он уже больше нагружает свой двигатель Больше пользуется тягой В каком-то смысле с тормозной системы нагрузка снимается Но, опять же, нельзя сказать, что умение управлять тягой является основополагающим Оно очень важное, но ровно настолько же, насколько умение рулить и тормозить Смотрите, когда BMW выпустила предыдущую пятерку Она имела очень слабовыраженный заднеприводный характер И это было сделано намеренно Опять же, при помощи конструкции подвески При помощи той же электроники Потому что маркетологи посчитали, что люди, которые сядут в эту машину Они начинали на переднем приводе В массе своей Поэтому иметь ярко выраженную заднеприводную машину уже не имеет смысла Вот, как вы думаете, имеет ли сейчас значение принципиальное Для современного водителя, обычного водителя Умение ездить на переднеприводной, полноприводной машине Или заднеприводной машине Опять же, учитывая то самое наличие электроники Я думаю, что... И как вы обучаете людей Вы спрашиваете, а на каком приводе вы ездите? Женит хороший Полноприводная у вас машина или нет? А если полноприводная, то какая у вас машина? Что у вас там? Халдекс стоит, торсен стоит Или у вас зашито жестко все Там в Мерседесе 35 на 65 Мы на самом деле делаем проще Мы обучаем людей на их машинах То есть человек приходит к нам на своей машине И на этой машине учится Методика обучения построена таким образом Что человек ни в коем случае не вредит своей машине Никаких запредельных нагрузок нет В этом как раз и заключается одно из основных преимуществ нашей методики То есть после этого шины и колодки на замену не идут? Ну, колодки и шины естественно изнашиваются Но какого-то там вреда железу именно не происходит А то, что касается типа привода Могу сказать так Может быть это кому-то покажется странным Но я ездил в условиях соревнований на разных типах привода Начинал на заднем, потом ездил на переднем и на полном приводе Могу сказать следующее Принципиально до тех пор, пока человек не совершает серьезные ошибки Разницы между этими приводами нет Разница именно в методах управления В последовательности управляющих действий Существует разница в том, как передний, задний или полноприводный автомобиль Воспринимает эти управляющие действия Некоторые более активно, некоторые менее активно Но принципиальной разницы нет Но до тех пор, конечно, пока человек не ошибется Если человек ошибся, то тут разница получается кардинально Вот какая интересная еще история Я помню, когда я обучался в одной из довольно серьезных школ с хорошим тренером Я брал с собой на занятие сменную одежду Потому что само одно руление только требует очень серьезной физической нагрузки Несмотря на то, что я учился тоже на своей машине с гидроусилителем Насколько вы уделяете внимание физической подготовке водителя? Мы... Потому что даже сидение в пробке Оно тоже лишает человека Оно выматывает человека, на самом деле И потом уже начинаются вот эти четыре стоп-сигнала впереди Ломота шеи, ватные руки, ватные ноги Которые соскальзывают с педали тормоза Мы стараемся людям... Ну, в первую очередь, конечно, самое простое То, с чего начинается, опять же, это посадка Правильно сидящий за рулем человек меньше устает Это с одной стороны А мы можем сейчас дать какие-то очень простые рекомендации Людям, как сидеть? Да, безусловно Ну вот, пожалуйста, Антон, просто это... Мы постоянно показываем, но я думаю, что все равно Сейчас найдется там 100, 200, 300 тысяч человек Которые смотрят нас впервые, да? И которые вот... Это вещь, которую нужно постоянно помнить и знать Пожалуйста Методика достаточно простая Кресло хорошее Кресло хорошее Методика достаточно простая Посадка водителя начинается с подушки сидения В первую очередь, вы должны правильно расположить свои ноги Ваши ноги должны располагаться следующим образом Пятка правой ноги должна находиться напротив педали тормоза При этом вы должны, то есть подушка должна располагаться таким образом, чтобы для переноса ноги из педали газа на педаль тормоза вам не нужно было бы отрывать пятку от пола Это первое. К педали сцепления нога при этом должна чуть-чуть тянуться, то есть выжимая сцепление вы немного продавливаете бедром подушку сидения и чуть-чуть вытягиваете стопу для того, чтобы полностью выжать педаль сцепления Вот вы таким образом должны расположить свои ноги После этого вы регулируете наклон спинки сидения Наклон спинки сидения регулируется следующим образом Среднее положение – это когда у вас рулевая рука вытянута, лежит сверху на рулевом колесе в положении 12, как мы его называем по аналогии с циферблатом Рулевое колесо должно находиться у вас вот здесь, около начала пальцев ваших Это такое среднее положение При этом спина лежит на... При этом спина, естественно, должна быть прижата к спинке сидения, то есть вы должны к спинению прижиматься, лопатки прижаты Это положение, в котором должен находиться водитель заднеприводного автомобиля Далее для водителей полноприводных и переднеприводных автомобилей, в которых реактивное усилие на рулевом колесе выше И большее значение имеет точность поворота рулевого колеса Должен спинку сидения подвинуть ближе, для того, чтобы обод рулевого колеса пришел к запястью И далее руки ставим в положение 10-2, опять же, по аналогии с рулевым колесом И вот ваша посадка Здесь существуют нюансы эргономики рабочего места водителя в различных автомобилях Бывает так, что выставив подушку сидения, вы начинаете регулировать спинку и попадаете в неудобные вертикальные положения Здесь, конечно, приходится искать компромиссы, может быть, чуть-чуть двигать подушку, чтобы получить более удобный угол наклона спинки Здесь, конечно, организм насиловать нельзя Надо подбирать положение какое-то Естественно, сейчас у нас существует во многих машинах возможность регулировать наклон рулевой колонки, вылет рулевого колеса Что очень актуально, да, очень важно Даже педали регулируются уже Да, даже педали Но, к сожалению, далеко не у всех производителей Даже наличие вот таких регулировок гарантирует вам возможность удобно устроиться за рулем Еще напомню, что руки должны лежать действительно в положении, условно, 2-10 10-2 – это стартовое положение Или 3-9 Самое главное, чтобы рука не находилась сверху Потому что, как известно, если вы посмотрите на стойку боксера, на стойку борца У них вот таким образом руки находятся Это положение максимальной функциональной готовности Точно так же мы держим руки на рулевом колесе И мы готовы работать в любом направлении В правую сторону, в левую сторону Производить какие-то корректирующие, управляющие действия И еще вот в этом смысле мне тоже очень интересная вещь Как раз инструкторы, которые преподают полицейскую подготовку в Академии Вольво Они вот еще и добавляют, что нельзя руку держать сверху вот так Потому что если срабатывает подушка безопасности То ее эффективность падает ровно в 5-6 раз Потому что она раскрывается вниз, а не раскрывается вверх Своей рукой Ну вот видите, это особенности европейского подхода Мы подходим к этому вопросу с более практической точки зрения Несмотря на то, что автомобиль укомплектован Обычно у нас бывают уже укомплектованы все автомобили гидроусилителем руля Там есть демпферы Тем не менее, любой удар в препятствии колесом Не даст возможности удержать рулевое колесо в положении прямо Если рука находится сверху Мы даже на тренажерной подготовке такой тест делаем Просто дергаем за рулевое колесо, предлагаем его удержать Нет возможности Поэтому здесь автомобиль у вас просто в сторону куда-то прыгнет и все А уже потом подушка безопасности Ну да, как элемент пассивной безопасности уже Когда активная закончилась, начинается пассивная Вы как раз работаете больше совершенно справедливо с активной безопасностью Заставляя человека использовать максимальную возможность активной безопасности В этом смысле, я уже заговорил о полицейской подготовке Естественно, о школе Цыганково знают еще и как о центре подготовки людей из спецслужб, милиции и так далее Вот насколько принципиально эти программы отличаются от того, что вы даете обычным водителям Вот просто бытует мнение, что если человек ездит в охране Вот он, значит, молодец, он монстр А я в свою очередь в свое время, когда занимался проблемой ЗИЛОВ Там мы снимали броневики, мы общались с водителями из ГОНА Люди говорят, знаете, мы вот, кто ездит много на ЗИЛах Иногда люди теряли квалификацию От того, что вот мы ездим в кортеже, и все Вот ты едешь, ты только умеешь разгоняться и тормозить, и поварать, и все Да? А вот дальше уже Вот насколько это справедливо? Насколько справедливо то, что вот одна методика существует для людей, которые занимаются всякими там специальными вещами И другая методика для, грубо говоря, чайников Методика, касающаяся общих управляющих действий, она одна и та же То есть, что сотрудники спецслужб, что сотрудники ДПС, что любые водители у нас занимаются по одной методике Потому что автомобиль, он одинаковый Будь то броневик, будь то машина ДПС, будь то обычный автомобиль Совершенно никакой разницы нет, где вы крутите руль Есть разница в габаритах, конечно, в весе, броневик, не броневик Но принципиальной разницы нет Для сотрудников специальных подразделений существует специальная так называемая подготовка Которая включает, как вы видите, групповые действия и действия специального характера То есть, это перекрытие траектории, это защита лидера и так далее То есть, ну вот видите, это упражнение выполняется на 360 градусов На 360 градусов, в принципе, те же самые упражнения выполняются и обычными водителями, которые приходят в школу То есть, здесь ничего выдающегося нет А уже вот то, что делают автомобили в группе, в кортеже Это, собственно говоря, отдельная тема И здесь есть специальные приемы, которые, так сказать, предназначены для того, чтобы оптимальным образом выполнять функции во время каких-то... Ну, с другой стороны, это специальные знания, которые обычному водителю, они и, в общем, и не нужны, да? А как вы думаете, вообще, обычному водителю нужно иметь представление о том, как устроен автомобиль? Вот, если мы вспомним школы в свое время старые, Досафовские Я еще учился, да, у меня был 408-й «Москвич» в разрезе Мы там изучали, да, как это все устроено ЗИЛ-131, да, вот, как это все работает Да, вот коробка передач, вот задний мост, вот карданный вал, да, все разрезано, все показано Зачем надо, в принципе, да, вот это знать? Когда ты никогда сам этим пользоваться, в общем, не будешь Я никогда в жизни сам лично, так сказать, не занимался, вот, переборкой двигателя, скажем Я имею представление о том, как это делается, безусловно, да, но лично, вот, сам, вот, полностью от и до Я никогда... Ну, не нужно мне это Есть люди, которые этим умеют заниматься, да, вот Но я имею представление о том, как это устроено А вот, как вы думаете, вот то, что сейчас происходит, когда люди, в общем, ну, не представляют себе, что находятся под капотом И уже появляются автомобили, например, Audi A2, где капот можно открывать только на сервисе Где только три горловинки Охлаждающая жидкость, там, да, это для дворников водичка И там тасольчику накапать, все Ну, я думаю, что человеку, безусловно, надо иметь общее представление о том Откуда берется тяга на ведущих колесах, каким образом она туда попадает Потому что надо понимать, для чего мы переключаем передачи Когда это надо делать, потому что это тоже один из аспектов безопасности, активной безопасности С другой стороны, безусловно, не нужно человеку знать То есть справедливо в автомобиле Audi закрыто все А, собственно говоря, зачем? Человек должен иметь представление, что вот оттуда идет тяга Эта тяга потом проходит через некое устройство, которое имеет выход в салон Либо это селектор переключения передач автоматической коробки Либо это рычаг переключения передач И все это уходит, соответственно, на какие-то ведущие колеса Которые либо там, либо там Либо везде Да, либо везде И, в принципе, этого человеку достаточно Он просто должен понимать, что коробка передач нужна для того, чтобы вот эту тягу регулировать Что не бывает чудес И в районе тысячи оборотов наверняка никакой мощности на колесах нет И, соответственно, в этом рабочем диапазоне невозможно использовать двигатель для того, чтобы стабилизировать автомобиль, например Ну, да если это не троллейбус Ну, если да, если это не электромобиль, то или троллейбус дал, которого там от нуля и до бесконечности Настройка зеркал Двигаться может быть задним ходом, да, вот как правильно по зеркалам, допустим, или заднее стекло смотреть Вот это интересно Или спинку обнимать Да, да, да Хорошо, спасибо, Иоанн, спасибо Про обзорность могу сказать, вернее, должен я начать так Обзорность является конструктивной особенностью автомобиля Значит, основная проблема обзорности – это расположение центральной стойки, расположение передних боковых стойк Здесь мы сделать ничего не можем Какой автомобиль, такая обзорность Далее То, что касается зеркала заднего вида, центрального Вы должны видеть всё своё заднее стекло Возможно, кусочки стоек боковых Обязательно должны в это зеркало попадать То есть здесь никаких хитростей нет То, что касается наружных зеркал заднего вида Здесь правило совершенно чёткое Вы должны в зеркало наружного вида Когда вы просто сидите на рабочем месте, никуда не отклоняясь Спина у вас прижата к спинке сидения Вы не должны видеть корпус своего автомобиля Если вы чуть-чуть наклоняете голову, например, вправо То вы должны в правом зеркале увидеть боковину свою То есть при обычном положении боковину не надо видеть? Нет, боковину видеть не надо Точно так же в левом зеркале Боковину видеть не надо Таким образом, вы обеспечиваете себе обзор максимальный Вот в тех самых мёртвых зонах Которые образуются от центральных стоек То есть когда у вас поворот головы Не приносит вам улучшения понимания Что у вас происходит слева или справа В связи с этим возникает вопрос Как вы относитесь к сферическим зеркалам? Сферические зеркала, они безусловно полезны И человек, здесь существует определённое правило Да, оно давно уже появилось, собственно говоря Ему, наверное, больше десятка лет, это точно То, что касается обгона, например Вы можете встраиваться обратно в свою полосу Тогда, когда вы видели обгоняемый автомобиль В центральном зеркале Потому что боковое зеркало может искажать расстояние С другой стороны, сферические зеркала дают необходимый обзор Без вот такого угла обзора сейчас в городе очень и очень тяжело Как Антон Захаров И как лично, как человек И как преподаватель Да, это может быть два разных мнения Относится к системам электронным Которые сейчас активно внедряются Для как раз ликвидации Вот этих самых мёртвых зон Это радары, сканирующие Пространство слева и справа И при перестроении Дающие сигнал о том, что В ряду здесь или здесь Следует параллельно автомобиль Либо есть препятствия И нужно как-то это дело всё проконтролировать Кроме того Давайте тогда сразу же поговорим И о тех системах Которые извещают водителя О очень опасном сближении И которые самим регулируют скорость То, что называется Дестроник У каждого производителя они свои Я думаю, что эти системы безусловно полезны Но единственное, что Надо всё-таки стараться Иногда их выключать Для того, чтобы не терялось Общее понимание ситуации И не уходило Нюх не пропадал Да, не уходило Из рефлекторных действий Вот этот поворот головы Контроль ситуации по зеркалам Контроль ситуации просто через боковое окно Потому что, опять же, существует совершенно чёткая последовательность действий Которая практически стопроцентную безопасность даёт Вы смотрите в зеркало Перед перестроением, например, налево И обязательно поворачивайте голову коротко И тогда вы безопасны Электронная система может это заменить Но она, в свою очередь, развивает некую косность, искованность И человек перестаёт шевелиться И в какой-то момент система может отказать Или он поедет на другой машине и что-то совершит Поэтому обязательно-обязательно надо Периодически все эти парктроники отключать И всё равно свой прицел корректировать, настраивать и обновлять Звонок Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, я из Казахстана Меня зовут Руслан У меня вопрос такой Я вожу машину с механическим коротопередачи И существуют такие возможности Вот при плохих погодных условиях, допустим При скольжении можно притормозить с помощью Переключения порокопередачи И, допустим, когда я застрял на грязи Допустим, выйти, контролирую то, что переключаем А вот в автоматическом коротопередаче Существуют такие возможности Притормозить где-то Понятно Я как раз хотел тоже эту тему поднять Да, автомат и механика Потому что сейчас вот Ну, вы знаете, да, что, Антон, что сейчас даже Были предложения вводить водительские удостоверения Специальную поправку, да, для того, чтобы Ну, человек не хочет ездить с механикой Но, в конце концов, две трети мира Не умеет переключать передачи, да Ну, никто-то вас пока, так сказать Там сильно не жужжит, да Вот, только одна треть, значит, активно пользуется ручкой Ваша точка зрения на ситуацию И вот хороший вопрос нашего зрителя Есть ли вариант с автоматической коробкой Тоже влиять на управление автомобилем? Я отвечу, наверное, так В два этапа В автоматических коробках, безусловно, такая возможность есть То есть сейчас все практические производители Освоили режим торможения двигателем Освоили режим ручного управления Переключением передач на автоматических коробках Вне зависимости, это классический автомат или это вариатор Ну, это там имитация Имитация ступеней Да, имитация ступеней Все это нормально работает Более того, могу сказать, по своему опыту Я провожу достаточно большое количество тестовой работы С различными автомобилями Сейчас уже в ручном режиме Все коробки работают адекватно Я не могу предъявить какие-то серьезные претензии К автоматическим коробкам, работающим в режиме типтроника То есть быстрые переключения Электроника практически у всех работает Особо не обозначая свое мнение То есть не мешает водителю То есть здесь все отлично Режим торможения двигателем Повторюсь, практически у всех есть То есть здесь уже, конечно, автоматические коробки В значительной степени приблизились к тому, что должно быть Потому что есть еще роботизированные коробки Они страдали излишней задумчивостью Но сейчас уже приближаются к тому То есть я могу сказать, что сейчас уже неудобство Вы имеете в виду коробки с роботизированным сцеплением? Да То есть механические коробки с роботизированным сцеплением? Вы, грубо говоря, дергаете рычаг А исполнительные механизмы сами выжимаются Просто есть роботизированные коробки с двумя сцеплениями Как раз они наоборот, они очень скорострельные Нет, это коробки DSG. Ну, мы просто поняли, о чём мы говорим. О роботизированном сцеплении, грубо говоря. Ну, это механическая коробка, которая просто снабжена исполнительными механизмами, выжимающими сцеплениями. Ну, они, естественно, были очень задумчивые. Сейчас они уже, да, они уже, в принципе, не так долго думают. И удобство от их использования в городе уже больше, чем неудобство от того, что она тормозит при каких-то переключениях. То, что касается автоматических коробок типа DSG, это то, что Audi использует, Seat использует. Но могу вам сказать, что... BMW. BMW использует, да. Могу вам сказать, что на этой коробке, на серийной коробке, несколько изменены передаточные отношения. Чуть-чуть изменён алгоритм управления. Едет Seat Leon Supercoppa. Да. Вот, и в спорте эта коробка работает изумительно, никаких проблем нет. Быстрые переключения. Ну, как раз она и же на М5, на BMW ставится, на М3, да. Звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я из Петербурга. Очень приятно. Спасибо вам большое ещё за ваш канал, за вашу передачу. Спасибо вам. Спасибо регулярно. Всё очень здорово. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Вот вы с вашим опытом. Что бы посоветовали на зиму брать из резины? Всё-таки шипованную, не шипованную резину. Ну, скажем, если где-то вот в городе 60% ездишь, остальное по загородным трассам. Ну, вопрос к Антону, естественно. Вашина с автоматической коробкой. Всё понятно. Спасибо. Я здесь придерживаюсь совершенно чёткого мнения. Брать надо, безусловно, шипованную резину. Могу объяснить почему. Потому что ни одна не шипованная резина не приближается по своим тормозным характеристикам к шипованной. Это раз. Во-вторых, я считаю, что с функциональной точки зрения лучше всё время чуть-чуть скользить. Тогда вы будете готовы к аварийным каким-то, к контраварийным действиям. Если вы ставите не шипованную резину, у вас всё хорошо на холодном зимнем асфальте. Но когда вы попадаете на кусочек льда, у вас вдруг начинаете скользить, и вы не готовы. Если вы чуть-чуть скользите на асфальте, чуть-чуть скользите по снегу, чуть-чуть скользите по льду, то для вас эта ситуация уже не является стрессовой, и вы совершенно спокойно с ней справляетесь. Поэтому только шипы. До тех пор, пока у нас их не запретили, как в Европе. Я думаю, что это не должно произойти. Мне кажется, наоборот, вот моя точка зрения обратная, что нужно это узаконить. Перестать лить гадость, да, и как в Финляндии убирать вот просто снег до асфальта, да, тоненький слой оставлять. И все ездят на шипах, и всё замечательно. Ну, в Финляндии есть чудесные вещи, с которыми я столкнулся и просто был поражён, когда гранитная крошка насыпается перед перекрёстком. Её нет на дороге, но перед перекрёстком она есть. Но есть специальные пылесосы, которые потом её убирают. Есть куда нам расти. Да, абсолютно, тем более схожий климат. Я как раз по поводу шипованной резины тоже абсолютно разделяю вашу точку зрения. И всегда найдётся в любом дворе кусок льда, который старательный, так сказать, южанин не убрал. И вот на нём как раз и происходят все неприятности, и весь день поломан. Вопрос по интернету. Когда вы собираетесь открывать свою школу в Краснодарском крае? Филиал. И вообще есть ли филиалы вашей школы? Да, филиалы, безусловно, есть. Насколько я знаю, в Ростове точно, по-моему, есть филиал центра. Насчёт Краснодара не могу сказать наверняка, но, по-моему, были такие планы. К нам приезжали на стажировку люди из Краснодара. Угу. Пересел с заднеприводного автомобиля на полный привод, на Subaru Legacy. Механическая пятиступенчатая коробка. Скорая зима. Чего опасаться? Стандартная для автомобилей Subaru неприятность. Недостаточная управляемость на входе в поворот. Это основная проблема, которой стоит опасаться. Снаружи ей? Да. И второй момент, который для вас после заднего привода будет весьма опасным. Здесь надо научиться, если вы всё-таки попали в занос, надо научиться не бросать полностью педаль газа. Если вы будете отпускать газ полностью, автомобиль, наоборот, будет идти в более глубокий занос. И ещё один момент. Надо научиться здесь на полноприводном автомобиле больше работать тягой для того, чтобы стабилизировать автомобиль и вообще управлять автомобилем. Меньше работать рулём. В отличие от заднеприводного автомобиля, который вот такое избыточное руление проглатывает, в принципе, полноприводный автомобиль его уже с большим неудовольствием переваривает. Вопрос уже от меня. Вы сказали, что хорошо быть готовым, да, и когда действительно автомобиль немножко скользит, когда вы постоянно чувствуете вот этот срыв одной из осей, да, вот момент этого срыва. И вы уже готовы к тому, что происходит. Вот Раун Уалфинин, который как раз создавал методику для школы БМВ 30 лет назад, вот он как раз мне рассказывал, что первое, что мы делали, мы сажали людей совершенно неподготовленных и, например, разворачивались на 180 градусов или на 360. И человек впадал сначала в ступор, а потом, когда он сам садился уже за руль и начинал выполнять упражнения и его разворачивал, для него это не было сюрпризом. Вот ваши методики предусматривают подобные вещи? Да, безусловно. Мы, то, что касается зимних подготовок, мы используем подобные вещи. Мы людей учим выходить из вращения, в которое может попасть их автомобиль. Учим правильным образом располагать передние колеса, правильно работать газом для того, чтобы, попавши в такую ситуацию, совершенно спокойно из нее выйти, не теряться. То есть уметь правильно действовать и все. И заодно, чтобы человек психологически был готов к тому, что автомобиль поедет не туда вдруг. Вот он ехал прямо, а вдруг он начинает ехать боком и в другую сторону. Да, безусловно. У нас есть целый комплекс упражнений. То есть все упражнения, которые мы даем, они многогранны. То есть мы в каждом упражнении работаем не над одним каким-то вопросом, а над целым рядом вопросов. И есть комплекс упражнений, которые в частности человека психологически готовят к тому, что автомобиль может вращаться. И этого не надо бояться, надо просто нормально действовать в этой ситуации и все. Скоро зима. Как человеку нужно одеваться в автомобиле? Мы все равно увидим мужчин, которые едут в шапках-ушанках. Мы увидим женщин, которые замотаны в платки и которые ездят в варежках вот такой толщины. Мы это все увидим. Хотелось бы, чтобы таких людей было меньше. Вот как одеваться? Я думаю, что по возможности, конечно, ваша одежда не должна сковывать действие рук. По возможности подошва вашей обуви должна быть достаточно тонкой для того, чтобы вы все-таки имели какую-то обратную связь с автомобилем. Потому что если вы делаете все просто по пониманию, какой угол сейчас ваша стопа имеет по отношению к своему какому-то нулевому положению, то это не совсем точное управление автомобилем. Так же, как я уж не говорю, педаль газа, а если педаль тормоза, то насколько вы нажали, это всегда очень тяжелая ситуация. Поэтому лучше, чтобы стопа адекватно ощущала усилие, с которым она нажимает на педаль газа или тормоза по реактивному усилию от этой педали. А руки позволяли совершенно спокойно работать. Более того, могу сказать, что важно одеваться правильно в соответствии с тем микроклиматом, который у вас в автомобиле есть. Или регулировать микроклимат автомобиля таким образом, чтобы вы не перегревались просто тривиально. Потому что человек, который едет, например, в пробке, и ему жарко, вот он и начинает плыть первым. Вот эти вот четыре стоп-сигнала и все так. Это, в частности, происходит просто из-за того, что вот человеку как-то неудобно снять с себя вот это пальто, а печка жарит и греет, а все, начинается уже проблема с головой. И в этом смысле, кстати говоря, по созданию микроклимата и собственному ощущению. Как вы относитесь к той точки зрения, что все-таки тканевый салон, тканевые кресла, они в этом смысле более комфортабельные и более адекватные, чем кожаные? Да, да, я так думаю, что, ну вот сколько я ездил в кожаных креслах, я не получил удовольствия, потому что в некоторых моментах кожаное кресло не удерживает. Ну, скользишь. Просто, да, скользишь в нем, ну и где-то там, где-то потеешь, где-то жарко, где-то холодно наоборот. То есть я не знаю, конечно, это атрибут, вот многими он ценится, но я считаю, что более практичен тканевый салон, конечно. И у нас еще осталась одна тема, эта тема, я думаю, что, Антон, наверное, не прямо к вам, но вы тоже сможете, так сказать, кое-что прояснить. Несмотря на то, что, да, уже скоро зима, мотоцикл уже отходит, но у вас есть в вашей школе, в которой вы преподаете, есть очень, так сказать, серьезный мотоциклятный курс. Что за методика? Очень коротко, у нас осталось 5 минут всего, но это очень действительно интересно, это очень важно, потому что с мотоциклами связаны совершенно чудовищные случаи, которые происходят. Последний случай в Москве, когда мотоциклист на скорости 200 км в час убил 4-х человек, да, и убился сам, да, вот, это запредельно. Вот что происходит сейчас с мотоциклами у вас? Насколько вот те курсы, которые, насколько те методики, которые применяли для спецслужб, опять же, да, для кортежей мотоциклетов, помогают сейчас работать с мотоциклистами, ну, с гражданскими, да? Ну, сейчас ситуация такая, в основном подготовка, которую наш центр осуществляет, она, конечно, предназначена для сотрудников специальных подразделений, то есть это подразделения дорожно-патрульной службы, вот вы, как раз их видно, это подразделения федеральной службы охраны. Как таковых занятий серьезных вот с какими-то частниками, с обычными водителями у нас нет. То есть здесь есть специальные методики, методики точно так же, как и автомобильные методики, многие пришли из спорта, из мотокросса, из кольцевых мотогонок. Здесь вот эти люди, которых вы видите, это, собственно говоря, уже видимая часть айсберга, скажем так. Есть специальная акробатическая подготовка, которая позволяет человеку развивать чувство баланса. На мотоцикле. Да, позволяет человеку научиться правильно падать с мотоцикла, что тоже очень важно. То есть это вот такой комплекс мер, но это все пока что доступно в основном только сотрудникам спецслужб. А в чем проблема? Почему нельзя экстраполировать методику на гражданских лицах? Экстраполировать можно, но мы пока просто этим вопросом плотно не занимались. То есть пока мотоциклетные направления еще не открыты. То есть методика есть, безусловно, можно заниматься и с гражданскими водителями. Я думаю, что даже в ближайшее время специальное как раз отделение, которое будет заниматься мотоциклами, оно появится. Я думаю, что это необходимо просто, да. Но раньше не было такого большого количества мотоциклов. Мы больше все-таки занимались автомобильными. Вы медленно реагируете, потому что уже года три, как уже мотоциклетный бум пошел на самом деле. И я знаю кучу людей, которые пересели на мотоцикле, никогда не сидев до этого вообще, так сказать, и не думая даже о том, что никогда не сядут за руль мотоцикла. Причем люди не в 25-летнем возрасте, да, мои ровесники там 40-летние, люди даже старше, да. У человека 45 лет, да, взял и сел на мотоцикл, пел. Кайф. Ну, здесь ситуация... Ну, в чем ездить, в чем дело. Насколько я знаю, сейчас пока ситуация та же самая, что с автомобилями. Нет ажиотажного спроса. То есть, те мотоциклетные школы специальные, которые есть, они у нас есть. Да, конечно. И там многие знаменитые люди, как, например, Нифонтов, там... Московка, да. Да, Московка. Все имеют эти школы. Там очень хорошо, качественно учат. Нет большой очереди. Нет большой очереди. Я знаю людей, которые занимаются в этих школах, но это те люди, которые к мотоциклу подходят со всей ответственностью. Поэтому, ну, тут тоже невозможно покрывать все направления, потому что это... Ну, безусловно, да. Безусловно. Антон, как вы думаете, совершенная ли сейчас система лицензирования школ, которые у нас сейчас есть, да, и вообще существует ли она система реального лицензирования? Ну, система лицензирования существует, но, естественно, она несовершенна. Несовершенна. Потому что то, что сейчас происходит на дорогах, это вот реальный показатель совершенства лицензионной системы и совершенства вообще системы обучения. Почему? Потому что, ну, реально никаким улучшением качества дорожного покрытия, там, улучшением качества дорожной сети невозможно кардинально снизить уровень аварийности. Вот что бы ни говорили. И штрафами это невозможно сделать. Только индивидуальное мастерство водителя. Вот когда у нас резко упадет уровень аварийности, это будет говорить о том, что мы правильно лицензируем и правильно учим. Какие-нибудь, известно ли вам поползновения со стороны крупных инвесторов в систему обучения? Потому что, интересная ситуация, инвестиции очень большие в автопром, инвестиции чуть меньшие в продаже автомобилей, а дальше-то что? Ну, наделали машины, ну, продали их. И что? Ну, к сожалению, дальше свобода действий предоставляется водителям. Вот. И это все следствие монетарного устройства нашего мира, которое сейчас присутствует. Поэтому интересно продать, интересно застраховать, интересно потом это все включать в бизнес. Да, но неинтересно научить. Научить, к сожалению, неинтересно. И никаких инвестиций серьезных, насколько я знаю, нет. Потому что все школы, это исключительно частные проекты. Частные инициативы. Частные инициативы, да. Ну, максимум там бывшие ДСАФ, то есть РОСТО, участвуют в этом мероприятии. Последний вопрос у нас заканчивается эфир. Найджел Мэнсел, который очень активно занимается проблемами безопасности и повышения водительской квалификации в Англии. Вот. Мы как раз у него подписали книжечку. Он книжечку написал такую хорошую. Значит, как быть правильным водителем, если дословно переводить, да. Он говорит, самая большая опасность, самая большая проблема – это скорость. Ездите медленнее, и все как бы уже начнет налаживаться. Ваша точка зрения и ваши рекомендации единственные. Вот то слово ключевое, которое нужно знать водителю для того, чтобы уже поехать безопаснее. Я думаю, что про скорость – это совершенно правильно, с некоторыми ограничениями. Все-таки скорость – это управляемость автомобиля. Автомобиль, который едет медленно, не управляется. Единственное, что всегда надо помнить – задавайте в себе вопрос. Вот когда вы едете с какой-то скоростью по какой-то конкретной дороге, задайте себе вопрос. А что я могу вот сейчас с этим автомобилем сделать на этой дороге и на этой скорости? Если у вас нет конкретного ответа, что вот я могу все сбросьте до тех пор, пока вы не сможете. Спасибо большое, спасибо. Дорогие друзья, прислушайтесь к этому совету, потому что этот совет изрек Антон Захаров, человек, который преподает в высшей школе водительского мастерства Анастаса Гонкова, чемпион России по ралли, призер кольцевых чемпионатов России и вообще один из, наверное, наиболее опытных водителей, которые были у нас в этой студии, да, и человек, которому можно доверять на все стопы. Спасибо большое, с вами была программа Попучек на канале Автоплюс. Оставайтесь с нами, вас ждет много интересного.